Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Друзья, в сегодняшнем видосе поговорим с вами про акции компании ВТБ. Помнится, в декабре месяце, когда я записывал серию видео о самых перспективных, на мой взгляд, отраслях для инвестиций в 2021 году. У меня там был прям отдельный видос про банки, ну и я в качестве такого примера приводил компании Тинькофф, Сбербанк, ну и, конечно же, ВТБ. Ну и вот сегодня читаю новость, что ВТБ отчитывается о каких-то очень успешных результатах за прошедший период. Давайте сегодня посмотрим на цифры, которые показывает банк, посмотрим на акции ВТБ, посмотрим, как они провели последние несколько месяцев, ну и сравним их по доходности с прямыми конкурентами, с теми самыми бумагами, с Тинькофф и со Сбером. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, погнали! Ну давайте начнем с новости. ВТБ сообщило о рекордной чистой прибыли за первый квартал 2021 года. Чистая прибыль превысила показатель за весь 2020 год. Благодаря улучшению показателей банк также планирует увеличить дивиденды до 50% от прибыли по МСФО. За это время банк заработал рекордную чистую прибыль 85,1 миллиарда рублей. Это больше, чем за весь 2020 год. Тогда было 75,3 миллиарда. Это также на 113% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Такого результата банк добился благодаря росту операционных показателей и постпандемийному восстановлению экономики, сообщил член правления и финансовый директор Дмитрий Пьянов в документе. Руководство ВТБ выпустило отчетность накануне Дня инвестора, который состоится 20 апреля. Полная версия выйдет 30 апреля. В тот же день банк проведет конференц-звонок с инвесторами и аналитиками. По сути, эти результаты заставляют нас думать о таргетировании верхнего диапазона прогноза по прибыли на 2021 год. Сейчас это 250-270 миллиардов. Если не произойдет ничего экстраординарного, скорее 270, чем 250, процитировал Интерфакс Пьянова. Ну и что, собственно, показала отчетность. Чистые процентные доходы ВТБ выросли на 21,6% до 145 миллиардов рублей. Чистые комиссионные доходы прирост на 19,1%. Расходы группы на резервы под обеспечение активов сократились на 22,6 миллиарда против 45 миллиардов годом ранее. Стоимость риска составила 0,7% против 1,5% в первом квартале и 1,8% в четвертом квартале прошлого года. Кредитный портфель юрлиц сократился на 2%, портфель кредитов физлицам, напротив, вырос на 4,4%. Банк сообщает, что оставил основные негативные последствия пандемии в прошлом году и выходит на целевые уровни прибыльности. На этом фоне банк планирует выплатить акционерам по итогам 2020 года 50% чистой прибыли. В 2019 году на дивиденды было направлено всего лишь 10%. Ну и что касается дивидендов, здесь есть такой предварительный расчет. ВТБ может выделить на дивиденды 37,65 миллиарда. Исходя из этого, дивиденд на одну обыкновенную акцию ВТБ составит 1,001%, ну или 14,001, если округлить более точно. Это дает доходность в 3,74%, если при расчете учитывать среднюю цену за 2019 год, тогда бумаги стоили по 0,037 рубля. Вот такая, друзья, математика. Ну, вроде на первый взгляд кажется, что дивиденды так себе и, пожалуй, так оно и есть. Но считаем, что если дивиденды увеличены в 5 раз, то, значит, раньше она была еще хуже. В любом случае, новость позитивная, новость хорошая. Компания чувствует себя прекрасно. Ну и давайте посмотрим на графики, как она торгуется в последнее время, эта акция. Итак, вот график этой бумаги. Будем разбирать ее в приложении брокера Тинькофф, тикер компании VTBR. За неделю акция в плюсе на 6%. Стоимость на момент моей записи округлена 0,047 рубля. За месяц бумага дает плюс 23,37%. Очень крутые, шикарные цифры. Ну, идет она явно со значительным опережением российского рынка. За месяц 46, за 6, точнее, месяцев 46,6%. И годовая доходность ВТБ получается 36%. Ни шатка, ни валка. Были дела у компании до марта, получается, до марта этого года. И после этого бумага полетела. А если мы найдем декабрь, когда, собственно, я размышлял о перспективах ВТБ, мы видим, что на конец 2020 года бумага находилась примерно вот здесь. Была она в боковике. Первый, получается, 3 месяца нового года. Но вот с конца марта компания полетела в небо. Общий график по ВТБ выглядит мрачно. Друзья, неожиданно, но мрачно. Мы видим, что здесь у нас данные за 10 лет. И в июне акция стоила аж 11-го года даже дороже, чем сейчас. И значительно дороже. После этого случилась очень приличная коррекция к 2014 году. Затем бумага хорошо выросла к июню 2015 года и вновь ушла вниз. Ну и вот сейчас она барахтается, в принципе, на своих минимумах практически. Ну, с такой, с тенденцией и с попыткой пойти на новый штурм своих максимумов. ВТБ – это второй по величине активов после Сбербанка российский коммерческий банк. Основан он в 90-м году как банк внешней торговли, сокращенно Внешторгбанк. После преобразования Внешторгбанка в открытое акционерное общество в 98-м году практически все акции, 96,8% кредитной организации, принадлежали государству в лице Центробанка. Однако через 4 года акции были переданы федеральному агентству по управлению государственным имуществом. С шестого года Внешторгбанк и большинство одноименных дочерных предприятий носит нынешнее название ВТБ. В седьмом году проведено IPO в процессе первичного размещения. Были размещены акции в количестве 22,5% от всех акций компаний. Прогнозы по ВТБ. Консенсус прогноз. Покупайте. HCBS. Вот свежий прогноз. От 14 апреля прогнозирует рост цены на 28,5%. И Газпромбанк 1 апреля, уж шутка это или нет, считает, что бумага вырастет аж на 35%. Показатели. Стоимость 615 миллиардов рублей. Приличная, серьезная структура. Очень дорогая. Очень мощная. PE 9,44. В принципе, сейчас мы сравним, конечно, показатель PE с конкурентами, с Тинькофф и со Сбером. По-моему, это чуть повыше, чем по Сберу, насколько я могу предположить. И значительно лучше, чем у Тинькофф. У Тинькофф показатель PE прилично завышен. Соответственно, рост EPS за 5 лет 66%. Вот рост выручки, вы видите, за 5 лет отрицательный. Минус 0,83. Хорошая рентабельность. 3,85 доходность капитала. Доходность активов плюс 0,45. Скромненько. Долг капиталу 119%. В принципе, долг не нулевой. Ну и что касается див доходности, годовая 1,67%. Ну и вот на этом графике показатели выручки с прибылью. Ну действительно, 2020 год не выглядит прям совсем уж ужасным по этим цифрам. Да, есть просадочка и по прибыли, и по выручке. Но в сравнении с тем же 2019 все не так критично. Ну и вот данные по денежным средствам. Ну правда, здесь последний год, который представлен, это 2012. Дивиденды. Интересно. В 2017 год, смотрите, див доходность 1,78. В 2018 7,29. Это вот был, видимо, рекордный год по дивидендам. В 2019 2,73. И в 2020 2,29. Ну действительно, текущая див доходность выше 3%. Получится на фоне прошлых лет весьма щедрой. Ну а так, если рассматривать по рынку, то, конечно, дивиденды так себе. Тот же, например, Сбербанк в этом году заплатит, ну там по разным подсчетам. Зависит это будет, конечно, от стоимости бумаги на момент выплаты. Но всяко получится больше 6%. Здесь, как мы видим, результат хуже раза так, наверное, в два. Ну и давайте сравним показатели ВТБ с конкурентами. Привилегированные акции Сбербанка возьмем для этого сравнения. Тикер SBEPR. ERP, извиняюсь, 274 рубля 30 копеек сейчас стоит Сбер. И за месяц по нему плюс 5,5. Это хуже, прилично хуже, чем по ВТБ. По ВТБ мы смотрели, сколько там, 23, по-моему, было за месяц. За полгода плюс 41, ну примерно, то на то ВТБ чуть пошустрее. Но зато за год у Сбербанка дела получше. Здесь плюс 57,5, по ВТБ было около 34-36, насколько я помню. То есть на дистанции Сбербанк повеселей, но последнее время, вот особенно последний месяц, ВТБ Сбер опередил. Ну и что касается показателя ПЕ, тоже обещал я его сравнить. Да, по Сбербанку немножко попривлекательнее, ПЕ поменьше, 8,41. Но компании стоят примерно одинаковых денег. И их можно расценивать в качестве инвестиционной идеи весьма равноценно. Ну и Тинькофф давайте сравним с хедлайнером. TCSG 4558 рублей сейчас стоит акция Тинькофф. За месяц у них результат примерно как по Сбербанку, плюс 5,85. И здесь ВТБ всех обогнал. Но на дистанции Тинькоффа не догонит даже Усейн Болт. За полгода здесь плюс 157. За год доходность, друзья, не падайте в обморок. Плюс 409%. Но и ПЕ, конечно, вдвое, в два с половиной даже раза выше. 2058. Бумаги Тинькофф прилично перегреты. Хотя вы знаете, то, что они перегреты, всем понятно уже достаточно давно. И меня, собственно, именно это останавливает от покупки Тинькофф. Но я вот, собственно, не покупаю, не покупаю, жду и жду, когда случится просадка. Ее все нет и нет, и бумага не думает останавливаться. Ну вот, слышал версию, что Кэти Вуд, например, она вообще показатель ПЕ не воспринимает. И оценивает перспективность компании с других точек зрения. То есть, если рассматривать исключительно по масштабу бизнеса, по маркетингу, по управлению, по менеджменту, по показателям, вообще по агрессии на рынке. То, в общем-то, а где тут, собственно, предпосылки для того, что Тинькофф просядет? Вполне вероятно, что этот рост и продолжится. Но я, как такой инвестор классической старой школы, пожалуй, так себя могу назвать, довольно консервативный. Я все-таки пока в Тинькофф заходить боюсь. Друзья, интересная бумага, весьма интересная. Ну и мы видим, что банки в целом в этом году оправдывают ожидания. Они могли принести немалые деньги инвесторам, которые вложились. В них у меня вот из этой тройки есть только привилегированные обычные акции Сбербанка. Ну, насчет ВТБ, признаться, я не сильно сожалею, что я их в портфеле не держу. А вот насчет Тинькофф, конечно, здесь печалька. Но что поделать, я считаю, что заходить в перегретые акции, это еще хуже, чем упустить прибыли, ну, грубо говоря, не зайдя в них по хорошей цене. Все, сейчас уже поезд Тинькофф, на мой взгляд, уехал. И все-таки надо переждать, чтобы пена сошла. Все, друзья, всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком. И учиться инвестировать вместе с вами. Хорошего дня, пока-пока.